добрый день сегодня хочу еще раз поднять тему зимних подкормках нужны и зимние подкормки не нужны какие ну я приготовил сегодня candy в качестве зимней подкормки и севший мед вот попробуем разложить и я покажу как я это делаю и зачем кроме того вот я приобрел по случаю такой градусник китайский вот он показывает минус 2 и 6 вот приблизительно такая сейчас температура наружного воздуха около где-то минус два с половиной минус 3 градуса для чего я его значит я хочу положить датчик возле наружной корки клуба и посмотреть какая там температура значит часто задают вопрос какой температуры ложить candy или севший мед на насколько можно греть так вот я думаю что если и греть то до температуры наружной корки клуба ну мы попробуем посмотреть если нам если нам удастся это более-менее точно замерить и так значит я думаю что вложить зимнюю подкормку все-таки надо для подстраховки дело в том что если даже достаточно меда заготовлено пчелами это не факт что в какой-то улочке мед не закончится раньше и потом клуб может либо раздвоится не собраться не перейти на одну сторону либо семья вообще пропадает поэтому я для подстраховки стараюсь раскладывать candy но также иногда применяю висевший мед значит севший мед чем мне меньше подходит вот он если даже севший застывший он все равно такой получается полу жидкий полутекучий и как он себя в улье по поведет не потечет ли он когда пчелки прогрызут вот это вопрос дальше задают вопрос и часто пользуются протыкают пакеты вот у меня пакеты вот эти сканди это с прошлого года значит температура и вот они уже такого состояния температура их ну чуть выше нуля они в хранилище там лежали я никогда не грею candy когда раскладываю и вот я покажу этот candy это с прошлого года он лежал уже в ульях вот как пчелки его прогрызают то есть они сами прекрасно с этим справляются причем в том месте где им надо вот поэтому я никогда не прорезаю не не протыкаю candy ну попробуем сейчас разложить начнем с этого улья значит тут у меня зимует семья с маточкой карника из германии вот сейчас посмотрим как они тут и так далее меда тут достаточно ну вот видим что они видим что они на нескольких улочек которые уже сверху вот поэтому поэтому вот что сколько им тут ну чуть чуть назад еще пойдут сколько они в глубину там тоже непонятно может они сверху просто собрались больше до прижались тут к теплой заставной раз-два-три-четыре-пятая улочка есть дальше может быть есть там поглубже но я не вижу вот в таком случае я раскладываю для подстраховки candy вот и тогда у меня больше уверенности что они перезимуют хотя меда тут вот сбоку тут достаточно меда но они его зимой не возьмут может быть даже еще до весны придется candy подкладывать так что такая ситуация вот как не смотреть за этими пчелками я не думаю что они бы вот нормально перезимовали если бы им не не подкладывать к ней а этим положим севший мед тут у меня тоже карника трозик 1075 эти вот так зимуют раз два три 4 5 6 7 я даже не вижу ну тоже тоже вот почти сверху хотя меда тут достаточно и рамок с медом и здесь меда достаточно ну вот они сверху и одна из причин этой осенью очень долго они выращивали расплод поэтому я уже потом не смотрел и сколько они там меда подъели тут я не знаю ну положим им севший мед вот таким вот образом пару пакетов съевшего меда вот таким вот все надо конечно чем быстрее закрывать еще вот одна из причин почему я не грею и не советую если разогреть клуб и так мы нарушаем их спокойствие а если разогреть мед они больше еще волнуются и пока потом мед этот остынет мед или candy он все равно будет остывать до температуры которая с наружной корки клуба поэтому вот если греть ну выше нуля ну ну 5 ну 10 градусов я думаю не выше сюда положим градусники попробуем замерить у них там температуру ну через некоторое время сейчас мы подойдем и посмотрим когда уже температура там более-менее на градусники установится мы посмотрим вот я здесь в этот улей положил градусник возле наружной корки клуба вот конечно температура может быть сейчас немножко поднимется потому что мы нарушили клуб вот я не знаю насколько точно будет эта температура но тем не менее попробуем посмотреть вот показывает 6 и 4 десятых градуса эта температура возле наружной корки клуба поэтому вот такая температура приблизительно должна быть у каньи или севшего меда который раскладывается в клуб для того чтобы поменьше их тревожить поменьше их значит чтобы эта температура не способствовала распаду клуба ну вообще конечно поменьше их и желательно тревожить зимой насколько можно вот если есть возможность такая совсем не тревожить это еще лучше ну что на этом все подписывайтесь на канал всем хорошей зимовки